Я хочу прочитать цикл лекций, в котором мы с вами попытаемся разобраться с вопросом, что такое квадратичные формы, какие числа представимы, какие числа непредставимы. То есть, научиться решать разные задачи по квадратичным формам. Впервые, по-настоящему, активно это дело стал изучать Карл Финди Каус, который в 1801 году написал книжку «Арфетические исследования». Это совершенно потрясающая книга. Он был тогда очень молодой человек, но в ней заложил огромное количество идей, что называется, для будущего. Потом огромный вклад в это дело внес Давид Гильдар, который где-то в конце 19-го, начале 20-го века удивительным образом это все развел, придумал, как это не только для целых чисел, но и для многих других видов и так далее, и так далее, и так далее. Одна из основных теорем, которая там есть, называется теоремом русского Хаса. Одна из основных идей, которая там есть, такая, оказывается, в огромном количестве случаев, когда вы имеете дело с квадратичными формами, задачу придется решить. Вот это забавная вещь. Для третьей степени чаще всего задачи безумно трудные. Или вообще не решаются. Или решаются каким-то чрезвычайно сложными и абсолютно неэлементарными. А вот для квадратичных форм очень многие задачи и поставить можно естественно и понятным образом. И даже решить о многих случаях. И причем интересно. Часто бывает, что хотя и некоторые вещи можно решить и не так, и в областном, и все замечательно, но там очень близко лежит, что называется высокая оптиматика. Скажем, есть такие задачи. Задача о представлении числа в виде суммы 3 квадрата. И задача о представлении числа в виде суммы 4 квадрата. Так вот. Что называется «Воведь вечная». Вот эта задача связана с теоремой Ферма-Дейлер. Ну и многими другими людьми, кто только там и делал. И вот эта задача связана с Гауссом. И вот эта задача связана с Эрма-Наджем. В прошлом году на Виктории Малом-Карманове я рассказывал о катрениумах. И в качестве одного исследования того рассказа я объяснил теорему, что любое натуральное число представимо в виде суммы 4 квадрата. Ну, давайте напишем, что такое отец. Это 1 в квадрате, 0 в квадрате, 0 в квадрате, 0 в квадрате. Ребята, я не буду писать дальше. Уверяю вас, действительно, все время будет получаться. И, конечно, я сейчас не буду тратить время на повторение того, что было в прошлом году. Кому интересно, посмотрите, реакция выложена на сайте Виктории. Очень советую, потому что это красивая штука. Хорошо. Теперь давайте посмотрим теорема Ферма и Илера. Теорема Ферма и Илера звучит так. Так, если вам дали простое число, которое дает остаток 1 в пределении на 4, то такое простое число представимо в виде суммы 4 квадрата. При этом X квадрат плюс Y квадрат и другое число A квадрат плюс B квадрат, то произведение этих чисел, это есть AY плюс BY в квадрате плюс AY минус BX в квадрате. Таким образом, если вам дали любое количество чисел, дающих остаток 1 в пределении на 4, то вы их можете перемножать. Ну, кстати, двойка тоже представим в виде суммы 2 квадрата. Это 1 в квадрате плюс 1 в квадрате. А вот с числами, которые дают остаток 3 в пределении на 4, ситуация совершенно не правильная. Можно доказать, что если сумма квадрата делится на какое-то число, это стоит 2, по-моему, простой, которое дает остаток 3 в пределении на 4, то в таком случае, замечательная штука, если сумма квадрата делится на 2, то в таком случае и число X, и число Y оба обязательно делятся на 2. А это что означает? Что фактически в квадрате сумма квадрата выносится, и значит получается полное описание. Число предоставимое в виде суммы 2 квадрата тогда и только тогда, когда в разложении его простые множители числа, которые дают остаток, простые числа, которые дают остаток 3 в пределении на 4, входят в черную степень. Ребята, согласитесь, что это красивое описание, это неожиданно некрасивый ответ. Ну потому что казалось, мы выписываем квадраты, складываем, но могли получить просто какой-то случайный ответ. Ну там какие-то числа предоставимые, какие-то предоставимые, никакой особой закономерности нет. А вот ничего подобного. Оказывается, здесь ответ некрасивый. Так вот, в начале XIX века Карл Фридрих Гаусс задал себе вопрос. А в виде суммы 3 квадратов, какие-нибудь представимые какие-нибудь, оказалось, что там ответы тоже красивые. Между прочим, половину этого ответа я вам объясню прямо сейчас, мгновенно объясню. У вас есть сумма квадратов. Рассмотрим ее по моделью описи. Давайте посмотрим. Есть числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их квадраты 0, 1, 4, 9, 6, 12, 25, 36, 49. Посмотрим остаток при отделении на 8. Это будет что? Это будет 0, 1, 4, 1. Если число нечетное, то его квадрат дает остаток 1 при отделении на 8. Если число четное, то есть вот два варианта. Либо остаток 0, либо остаток 4. Замечательно. Кстати, можно было ее стабличным показать. Дело в том, что если у вас есть какое число, это 2, 1, то когда мы его обозберем в квадрат, то смотрите, что получается. 4n квадрат плюс 4n плюс 1. А это что такое? Это 8 умножить на nn плюс 1 пополам по обеим плюс 1. Действительно, вот это число целое, потому что это числа соседние, то есть как и четкое, то что это число целое, nn плюс 1 пополам. Действительно, остаток 1 при отделении на 8. Ну, а с четкими числами еще понятнее. Если у вас делящиеся на 4, то это будет 16n квадрат. Это, конечно, делится на 8. А если у вас число 4n плюс 2 возводится в квадрат, то это 16n квадрат плюс 16n плюс 4. То есть остаток 4 и... То есть не просто вы залили сумму в квадрат. Я просто говорю, что если посмотреть остаток от отделения на 8, то ситуация такая. Либо 0, либо 4, либо 1. Давайте подумаем. Из трех чисел, каждая из которых это 0, 1 или 4. Какие суммы можно составить? Какие суммы? 0, 0 или 1 это 1. 0, 1, 1 это 2. 1, 1, 1 это 3. 0, 0 у 7 вообще. Интересно, а 4 бывает? Ничего не назад. 4 бывает? 7, да. Те, кто дают остаток 7 бомодулью 8 я поставил? О. Услышали? Он догадался. Что это привязывается на число 4? 4? Что? Отлично. Нет, я круращу 1, 2. Итак, это число n, а вот это число x, y, z, сумма квадратов, которая должна равна 4. Итак, это будет 1, 1, 0. 3, это будет 1, 1, 1. 4, тоже не страшно, это 2, 0, 0. 5, это 2, 1, 0. Все замечательно. 6, 2, 1, 1. Молодец. Число 7 вообще не представили. Невозможно получить остаток 7 в делении на 8 из-за числа 0, 1 и 4. Поэтому все числа вида 8n плюс 7 не представили. Это понятно? Конечно. Числа вида 8n плюс 7 не представили. Теперь следующий вопрос. Есть еще не представили числа? 14. 14? Да, да. А вообще числа вида 7, 23. А почему вы думаете? Нет, ну то есть то, что 7, 15, 23 непредставимы, это конечно замечательно. И 31 непредставимы, да? И 39 непредставимы. Все замечательно. Что там еще бывает? 47, 55 непредставимы. Я понимаю, это вот та самая форма, 8n плюс 7, где n в коеме отрицательное совместное число. Вопрос в другом. А еще... 16. Аня? 16. 16. 16, 4 в квадрате, плюс 0 в квадрате, плюс 0 в квадрате, плюс 0 в квадрате. Примечательно. Есть еще. Есть еще число. Если число делится на 4, что в таком случае, если сумма 3 квадратов делится на 4, что в таком случае мы можем утверждать? Какие эти числа? Четные, нечетные? Все три четные. Все три нечетные. Если сумма квадратов, x квадрат, y квадрат и z квадрат делится, если сумма квадратов числа x, y, z делится на 4, то в таком случае числа x, y, z обязательно учет. Замечательно. Замечательно. Это правда. Просто проверка. Потому что остатки бывают только 0,1 и 4. Но что это реально означает? Что если сумма квадратов какая-то разделилась на 4, то на самом деле и это, и это делительный стандарт, значит, можно вынести. То есть четверка выносится в качестве 0. Дальше у нас либо получилось какое-то там число, либо опять получилось не делящее сли 4, либо получилось делящее сли 4. Если делящее сли 4 получилось, то тоже уносится. В общем, ребята, кроме чисел вида 8, n, и 7, есть еще вот 5 числа. Умножить на 4 в степени m. m, любое неотлицательное число целое, n тоже любое целое. Вот это я вам помню. Гаусс сумел это доказать. Что все числа, кроме вот этих, кроме чисел вида 8n плюс 7, умножить на 4 в степени m, повторяем. Все вы имеют правильные числа, представимые подведя сумму 3 квадратов. Господа, я специально выписал вот эти вот 3 задачи про сумму 2 квадратов, сумму 3 квадратов, сумму 4 квадратов, чтобы вы заметили. Ребята, я сейчас от вас не требую гениальности каоса, безусловно, да? Я не требую, что и рейлера, и ферма, потому что как бы жизни этому сильно просветили, и очень интенсивно, вот, а я требую просто нормального смысла. Что видно во всех этих задачах? Ну, в четвергке задача замечательная. Просто все числа хорошие, все числа предстоятые, не сумму 4 квадратов, замечательные. Задачи про сумму 3 квадратов, видно, что какую-то очень важную роль играют степени числа 2. Согласны? А именно, степени 4 квадратов, 4 квадратов, и числа, которые дают остаток 7, при делении на 8. Вот, ребята, идея посмотреть остаток какого-нибудь модуля является чрезвычайно мощным во всей этой теории квадратичной формы. Это там называется локальное рассмотрение. Рассмотрение по модулю, а на самом деле, смотрите, здесь не просто по модулю, а здесь надо было рассмотреть по модулю 4, по модулю 8, а если все числа делятся, то вынесите их, смотрите, по следующему, то есть на самом деле надо рассматривать по модулю, который является какой-то степенью двойки, да? Вот, когда вы рассматриваете остатки отделения на степенью двойки, то называется 2-отическое рассмотрение. Когда рассматриваете остатки отделения на 3, соответственно, это называется 3-отическое число. Когда остатки отделения на простое число 5, 5 единические числа и так далее. Вот эта идея рассмотрения остатков, она совершенно отличная. Вот. В задаче просумки квадратов тоже чувствуется, что очень важны остатки. Но, товарищ Трейгер, там не просто остатки, а там простые числа с каких-то таких последовательностей. Опять-таки, это связано с совершенно замечательным законом, который называется квадратичный закон взаимности. И еще скажу вещь, которую чаще всего люди не замечают. Не замечают не потому, что она мукрая, а потому, что она настолько очевидна, что ее все не так понимают. Аинь, представьте себе, что речь идет не о всех натуральных числах, а о всех ценных числах. Вот. Как вы считаете? Какие отрицательные числа представительству трех? Никаких. Никаких. А вот если я сейчас возьму, чуть-чуть изменю задачу. Здесь возьму вместо плюс, квадратичный, это минус. Куда конечно. И сразу появится. Ребята, оказывается, что кроме поэтических чисел, есть еще обычные вещественные числа, в которых нам важно вообще как это положительное число, отрицательное. Так вот, для того, чтобы как-то эту тему вам рассказать, а между прочим, показателем успеха, будет следующая формальная вещь. Сможем ли мы с вами через полгода, раньше не загадывая, вот через полгода, там где-нибудь, так, в феврале. Опять-то, я не хочу, чтобы все, но хотя бы через 5-10, чтобы сказать, что я знаю, почему числа, которые не предстоят в виде 8м плюс 7 умножить на 4 степенем, почему они суммы трех квадратных, если мы этого добьемся, это будет супер-успех, это наш вопрос. Потому что задача кажется крайне простой, а между тем, ну, я несколько разных решений, я веду, совсем разных, но любое из них чрезвычайно глубокое, замечательное, я думаю, что мы здесь с вами будем разбирать такое самое-самое, классическое, а именно, я расскажу, я начну рассказывать, если не получится, не получится. Ребята, вообще-то в любом большом деле неудача, это тоже хорошо, потому что, если вы решили заработать миллиард долларов и заработали только 10 миллионов, то, на самом деле, это очень даже неплохо, это очень даже неплохо, это хорошая зарплата. Вот, то же самое, если мы с вами, на самом деле, в какой-то момент, если вы не перестанете понимать, ну, перестанете, перестанете, вот, но в любом случае, что-то мы успеем. Так вот, программа на ближайшее время, то есть то, что мы точно должны весь этот вопрос сделать, она состоит в следующем. Нужно понять, что такое локальное рассмотрение, что такое поле периодических чисел. После того, как мы это сделали, надо научиться для поля периодических чисел отмечать на вопрос, квадратичная форма представляет данное число или не представляет? Здесь маркером является слово «символ Гильберта». Если мы с вами выучим, что такое символ Гильберта и его свойства, значит, научимся доказывать, это несложно, как придумал Дэвид Гильберт для того, чтобы... В качестве побочного результата у нас с вами появится квадратичный закон взаимостей. Невозможно выучить символ Гильберта, не выучив квадратичный закон взаимостей, потому что свойство символа Гильберта, ну, одно из свойств символа Гильберта – это и есть квадратичный закон взаимостей. Как только мы это сделаем, следующий этап такой – это классификация квадратичных форм. Мы должны будем заняться квадратичными формами, узнать, что такое идеалы, соответствующие квадратичной форме, и, ну, что называется, научиться работать с ними. Это, в общем-то, тоже работа интересная. Это то, что придумал Гаусс. Это все действительно великие вещи. И, по ходу дела, много чего встретится. По ходу дела встретится уравнение Белли, поскольку уравнение Белли – это, опять же, частный случай квадратичных форм. По ходу дела встретится там приведение квадратичной формы к нормальному виду. В общем, много чего встретится. И, когда мы все это пройдем, вдруг в качестве одного из довольно простых следствий вдруг получится вот это вот решение задачи по сумме трех квадратов. Сергей Иванович Токарев, автор многих замечательных задач по математике, Так вот, он говорил, что мечтает когда-нибудь школьникам рассказать о сумме трех квадратов на всякие там редкие школы, куда он только не ездил. Никогда у него не было достаточного времени и достаточно разумных учеников, чтобы это суметь сделать. Так, ну, в общем, я думаю, что принципы закончились.